Друзья, всем привет! В первую очередь расскажу вам о халяве. На этот растр на халяву раздаются гемы в количестве 925 штук. Все, что нужно сделать, чтобы их получить, это каждый день заходить в игру и собирать вот в этой появившейся плашке халявные гемасики. Делает хорошее, но еще лучше пройти испытание с графиней, с кинжалами и выбором карт. Именно этим мы сегодня и займемся, тем более, что в конце этого испытания дают, хотел сказать, симпатичное украшение, а нет, оно так себе, тем не менее халявное, и это мы тоже любим, это мы и уважаем. Поэтому будем его проходить, пока я иду 6-0, история боев и того, что мне выпадало на ваших экранах, это, конечно же, испытание, испытание жердяев. Это испытание, в котором надо брать карты потолще, поплотнее. Эликсирный голем тоже хороший вариант, но я, пожалуй, возьму гоблина гиганта. Костяные драконы прекрасный вариант, так же, как и призрак, но возьмем противовоздушную карту, летающую к тому же. Ну и вот здесь сложно, конечно, блин. Ну мега рыцаря надо брать, надо брать жердяя, как я уже сказал, и нам нужен урон по области в виде мага. Хотя мега миньон тоже хорош, но нет, мы возьмем мага, потому что нам надо контрить и эликсирного голема, и этот самый гоблинский бур. В этом всем нам поможет именно маг. Я думаю, что мы ограничимся здесь варварами. Надо было, правда, трех на левую сторону, двух на правую. Блин, а че ты такой агрессивный? Макс, зачем ты такой агрессивный? Давайте остановим разгон принца, и здесь маг должен все разбирать, в принципе. И затем мы можем даже перейти в атаку, я так полагаю. Естественно, желательно... Нет, мы не воткнули. Было желательно, конечно же, воткнуть. А мы здесь не смогли воткнуть. Отдадим снежок, не нужны нам эти гоблины многочисленные, не нужно нашу графиню насиловать. Ну а здесь ставим эволюционных варваров, добавляем костяных, и сейчас пойдем в атаку. Варвары, точнее, поползут, не думаю, что мы будем что-то еще добавлять. Добавлять, хотя мегарыцаря сейчас можно накинуть. Давайте так и сделаем, прямо вот отсюда его накинем, потому что сейчас вышка обезоружена. У вышки графини соперника нет сейчас снарядов, и вот в итоге что происходит. А что происходит? А происходит то, что я сейчас тоже получу очень много урона, но я, в отличие от моего соперника, задефаю вышку. Да, а вот он нет, поэтому этот его принц был так себе на самом деле, и мы можем в целом продолжать. А давайте продолжать, потому что вышка опять же разряжена. Ой-ой-ой-ой-ой, может быть и не надо было. Да, скорее всего не надо было. Ну ладно. В итоге идет он по этой же стороне. Это, кстати, зря, потому что у меня есть маг прекрасный, шикарный, замечательный. Давай-ка выживи только, братишка. Хорош, лучший просто. И здесь мегарыцаря скидываем, потому что не хотим эту вышку отдавать, естественно. Дружище, это перебор, это ты в себя поверил. Костяных драконов по двум сторонам. Один чтоб шел по правой, второй по левой. И здесь мы будем, повыше надо было их ставить, единственное. Колдуна сюда добавим. И, ой, он ошибся, по-моему. Он, по-моему, ошибся. Но я думаю, не добежит же. Не добежит. Да, хороший расчет, не добежал. Сюда варваров, сюда... Сюда мегарыцаря. Тоже не хочется терять вышку, поэтому пусть он тратит какое-то заклинание на это, на добивку. Ну и здесь гоблин-гигант. И, может быть, я успею еще магическим лучником здесь попростреливать. Нет, это будет, наверное, уже перебор. Да, давайте-ка защищаться. Давайте ставить сюда колдуна. Колдун здесь хорошо должен поработать. Варвары здесь нам тоже помогут. Ну и мегарыцаря можно скидывать. Идти в атаку таким образом. Варвар, маг и живые. Куда ты идешь, баран, мегарыцарь? Просто утомляет. Уже не первый раз за эту катку. Не первый раз вот такое делает. Ладно. Добавим гоблина-гиганта из середины. Ну, мегарыцарь вообще выбесил, конечно. Не, братик, все. Расслабь, расслабь булочки. Ты уже проиграл. Ты еще не понимаешь этого, но ты уже проиграл. Просто потому, что я тебя здесь уже не отпускаю. Не отпускаю из защиты. Да запарил. Все, сдавайся. Мегарыцарь. Давай, вот так вот. Все, успокоился. Вот так вот, вот так вот. Бам. Хорошо. Ну, хорошая игра. Давайте его подбодрим. Мегарыцарь, правда, чудила тот еще на другую букву. И как бы ошибок-то получилось в итоге много. А все почему? Потому что что-то картишки живут своей жизнью. Надо брать все под свой строгий контроль. Ну что, возьмем таран. Просто потому, что я, в принципе, знаю, как его использовать. Фейербол дешевле, чем ракета. Петушару возьмем. Почему нет? Неплохая карта, которая способна танковать. Вот здесь не знаю. Клетку ли с гоблином брать? Давайте клетку с гоблином возьмем. Хотя ведьма хороша. Ведьма хороша против вышек графини. Может быть, я об этом пожалею. Но у нас есть фейербол в целом против ведьмы. И потом ее надо будет добить каким-нибудь огненным духом, возможно. Что-нибудь типа того. Блин, ты так сразу? Ну и где моя клетка с гоблином? Вот, собственно, и ведьма. Мы сюда фаер сразу закинем. Может быть, варвар ее не добил. Это плохо. Это прям ужасно. Надеюсь, у него нет эликсира на то, чтобы что-то выставить перед ней. Да, судя по всему, и не было. Здесь принцессу будем убивать обязательно. Иначе разбойницы-то помрут. Но одна помрет. Главное, что остальные выжили. Так, с колодой более-менее познакомились. Все в целом понятно. На гоблинов сейчас ничего отдавать не будем, пожалуй. Теперь будем. Ну, наверное, вот так вот отдадим. Блин. Клетка плохая была. Переволновался. Боялся я, что бандитка прыгнет все-таки в итоге. Но она не прыгнула. И вот это ошибка. И это как бы неприятно. И это как бы может сейчас аукнуться. Да, вот он эту ставит. Ну, давайте на другую сторону снова его качать. Фаербол я здесь закидывать не буду. Лучницу он просто ставит. Ну, сейчас будет, значит, гигант. Нет, не будет гиганта. Тогда я дам здесь фаербол в принцессу-ведьму. Это хороший фаербол. Он того стоит, безусловно. Ну, и теперь, после того, как он зачем-то накинул еще гоблинов. Давайте пойдем тогда в атаку. Мне кажется, что он сейчас сильно потратился. Единственное, вот эта поддержка в виде двух разбойников не очень сильна. Будут у него там... Давай, банда гоблинов нет. Нет банды гоблинов. Все еще нет банды гоблинов. Но это минус вышка, дружище. Да. Единственное, сейчас, конечно, не хочется ничего такого выставлять. Потому что он сейчас получит халявный эликсир. Не халявный, точнее. А достаточно такой. Дорогостоящий. С учетом того, что он отдал вышку за этот эликсир. Сюда фаер закинем. Ведьму убили. Огненным духом будем ее добивать. И давайте эликсирный голем из середины. Копейщики сюда. И Таран вот отсюда убивать его левую вышку. Он так-то зря так сделал. Ой-ой-ой-ой-ой. Что же это происходит-то такое? Таран, смотри, что творит. Ну все, это поражение его. Даже ни разу петушару, кстати, не выставил. В конце только. Чисто перышки погреть появился. Гордый петух, который наверняка уверен, что это он принес победу. Возьмем ответ на Корги Га в виде варваров. Мегамуху... Нет. Принцессу она... Ой-ой-ой. Вот здесь сложно. Надо брать, наверное, да. Надо брать адскую гончу. Одна из лучших карт. Ну и, естественно, петушару, раз у нас есть гончая. В этот раз петушаре действительно придется потрудиться. И не уверен я, что принцессу... Нет, принцессу правильно взяли. Я думаю, правильно все это сделали. Удачи, удачи. Вот эликсирный голем мне не нравится в моей руке. Давайте так сделаю. У меня есть варвары. Типа, если он будет сейчас много чего доставлять, то я... То будет проблемно, конечно. Но я надеюсь, что он не догадается, что он за... Очкует и начнет защищаться. Нет, он доставляет все-таки. Ну давайте, ладно. Варвары тогда. Сюда, пожалуй, копейщики. Вот отсюда из глубиночки. Феникс сюда тоже пойдет. Ну фейербол в это закинуть. Закидывать это уже перебор, конечно, будет. Да и не надо. Нет такой необходимости. Смотрите, у него вышки сейчас разряжены. И все это пойдет на него. И что-то с этим надо будет делать. И что он с этим будет делать? Петушар это дамажит. Дамажит жестко. Давайте ставить гончую и копить на варваров. Если он прям сразу пойдет... Ну, окей. Нет, сразу он не пойдет. На этот раз он будет защищаться. Что в целом правильно. У нас еще яд, оказывается, есть. Вот это отлично. Вот это плохое решение, дружище. Ну, естественно, мы не будем выставлять эликсирного голема. У нас уже есть карта, которая, по сути, никак не разменивается. Яд здесь отдадим. Это максимум, что мы можем здесь сделать. Просто, чтобы эликсир не скапливался. Ну и варваров. Пока Коргик не дошел до вышки, здесь отдадим. Фейербол тоже дадим. Чтобы варвары пошли еще вышку его напрягать. Правой вышки больше не существует. С левой стороны сейчас тоже будет у него проблема. Потому что вышка, видите, очень быстро разряжается. И дальше она, по сути, бесполезна. Так что, друзья, лучший способ контрить башню графини, это жердяи. Как я сказал в начале этого видеоролика. И жердяи здесь, собственно, приносит мне победу. То есть, такие карты, как гигант, голем, электрогигант, адская гончая, коргик. Голем говорил. Ну, в общем, вы поняли. Смысл, я думаю, ясен. В том числе, естественно, и воздушные карты. Такие, как дракончики разные. Слушайте, вот здесь даже не знаю. Наверное, возьмем кладбу. Кладба тоже неплохая штука. Против башен графинь. Банду возьмем. Сборщик хороший вариант. Ну, арбалет тоже. Ну, арбалет складбой, сами понимаете. Давайте возьмем сборщик. Нам нужен мини-танк, поэтому ни о каком гоблинском буре речи быть не может. Берем разбойников и надеемся, что у нас есть толстячок какой-нибудь. Толстячка нет, это отвратительно. У нас ужасный пик. И это первая катка, которую я уже сейчас могу сказать, мы можем проиграть. Просто потому, что у нас несуразная колода получилась. Нам принимать урон от этого самого, по сути, нечем. От арбалета. Есть разбойники, конечно. Ну, давайте ставить, реализовывать сборщик. Это наша главная надежда, на самом деле. Ага, есть у него фаербол, естественно. Но, обратите внимание, он сейчас отдал 8 единиц эликсира. Да, у него есть сейчас гоблины, но я попробую. Я попробую, друзья, складбой проатаковать. Очень жаль, что у меня нет дистанционного заклинания, которое могло бы гоблинов законтрить. Да, вот видите, он просто ставит гоблинов. Но при этом урон-то он получает. Получает. И это, в принципе, хорошая контратака была. Да, многому урона здесь нанесли. Давайте накинем гоблинов еще. Хотя, надо было сразу накидывать. Это я ошибся, наверное. Так. Пожалуй, ледяного духа будет достаточно. И давайте ставить сборщик. Правда, неправильно поставил. Надо было туда же, куда до этого ставил, его засовывать. Фаербол будет? Если будет фаербол... Ну, это прям вообще... Это прям, братишка, ты такой дал бур, который контрит просто двумя башнями графинь. Так, давайте разбойниками разбираться с... У нас, собственно, больше особо и нечем. Принцессу вот так вот подставим, возможно. А с другой стороны-то и норм. С другой стороны норм. Единственное... Нет, видите, один-единственный мини-танк в колоде. Это так разочаровывает. Давайте ставить еще один сборщик, что делать. Фаербол улетел. Так, летучка тогда от нас. Может быть здесь как бы понаглеть немножко? Нет, наглеть не стоит. Давайте ледяным духом это контрить, раз уж у нас есть такая эволюция замечательная в кавычках. Надо ее использовать. Использовать будем по максимуму. Банду гоблинов тоже выставляем. Варварская бочка. Погнали в атаку. Варвар, чтобы танчил, чтобы впитывал на себя выстрелы графини. Ну а дальше, видите, очень не хватает заклинания универсального, которое и туда, и сюда бы сработало. Отдал он в целом фаербол, но сейчас сборщик ставить рискованно. Теперь ставим, видя, что он не втыкает перед... Так, пережидаем. Разбойники успел? Отлично, успел. Моя принцесса жива. Это отличная новость. Более того, идем кладбой в атаку, я думаю. И докидываем сюда еще банду гоблинов. Ледяным духом здесь контрим остатки гоблинов из вышки, которые из бура, вернее, вылезают. Ну и ждем его фаербол. Он должен сейчас закидывать, в принципе. Нет, не будешь? Ну тогда минус вышка, братик. В целом, он просто плохо играл. Если бы он играл чуть-чуть получше, он бы выиграл. У него были гораздо лучше карты, друзья. Ну, а здесь, конечно, берем дракончика. Крутейшая карта. Ну, извините, я не могу здесь сделать другой выбор. Кургик тоже хорошо. Блин, я даже не знаю. Очень сложно. Ну, давайте возьмем Теслу. Ладно, будет защитный у нас. Просто Кургик это будет вообще дорого. И эликсирный голем. Вот такая. Снова несу разная колода. Снова я не уверен в своем выборе. В частности, три мышки теры. Это очень опасный пик. Который будет лежать до двойного эликсира мертвым грузом в руке. Плюс, видимо, у меня еще и фейербол. Ой, ракета, вернее. То есть, вообще не универсальные карты. Ситуативные. Которые могут мне серьезно все испортить. Если у меня ракета, это значит, у него вполне, вполне может быть молния. В общем, у него, скорее всего, есть ответ на моих трех мушкетеров. Это очень вероятно. Но мы, конечно же, не будем их просто так отдавать. Давайте прикрытие им закинем. Ну да, видите, я говорил. Я предупреждал. Естественно, у него есть ответ на трех мушкетеров. Единственное, этот ответ молния. Мы, в целом, можем как-нибудь попредиктить. Давайте эликсирным защищаться. А что, у меня больше нет вариантов? У меня просто больше нет вариантов. Сейчас будет армия скелетов, и мы будем ее контрить дракончиком с электродухом. И докидывать сюда дровосека, естественно. У него тоже, походу, не все замечательно с картишками. Может, мы его заставим сейчас молнию в защиту? А, кургик. Кургик на убой. Ну, тогда продолжаем. Продолжаем веселуху. Нам нужен еще один дракончик. Дракончик, друзья, топовейшая. Топовейшая карта для этого испытания. И вообще, в текущей мете, мне кажется, он недооценен. Смотрите, сейчас, что он делает. Он просто эту атаку доводит до логического завершения. И мы можем продолжать в целом. Два дракончика уже здесь фигачат. Я не собираюсь останавливаться. Я докину сюда еще и дровосека. Потому что, ну, вот это печально. Дровосек? Хорош! Просто лучший дровосек. Здесь... А, ну все. Нет, лучше не дровосек. Лучше все-таки дракончик, друзья. Он все-таки дотошнил эту вышку. Доплевал на нее. И три мушкетера особо-то и не пригодились. Ну, у него... Да, у него тоже все не очень хорошо. Ни одного мини-танка. Собственно, и защита от эликсирного голема, кроме... Да нет, в принципе, можно было как-то. Но не получилось. Финальная, возможно, игра. Я на это надеюсь. Берем... Что берем? Дух исцеления вообще-то хорош. Но огненный-то объективно лучше разменивается. Тут зависело бы от того, что дальше предложат. Но пока берем. Раз первый пик, то берем огненного духа. Бревно замечательно. Но яд, мне кажется, универсальнее и сильнее. Вышибалу, естественно. Он жердяй. Жердяев мы приветствуем в этой игре. И, пожалуй... Я не знаю, что даст играть, тем и поиграем. Эволюционный разряд, значит. Значит так. Но хотя у него быстрый цикл и эволюционная Тесла, может быть, мне будет сложно. Вернее, крайне вероятно, что мне будет сложно. Но мы видим гиганта у меня, и это хорошая новость. Естественно, вышибалу просто так отдавать не будем. Гиганта просто так ставить тоже плохая идея. Ждем его, ждем его действий. Миньонов. Единственную противовоздушную карту в стартовой руке тоже отдавать не хочется. Давайте скинем огненного духа, отдадим разряд. Тоже приблизим эволюционный. И ждем дальше. Так ты решил. Ну на. Скинем яд. Понятно, что лучше было бы его отдать в его магического лучника, но типа ставить... Оооо. Вот это плохая новость. Вот это прям вообще плохая новость. Не мог я предположить, что у него есть ночная ведьма. А надо было быть готовым. Сейчас он еще танка ставит, и у меня проблемы, да? Нет, не ставит. Тогда хорошо. Тогда мы можем даже в атаку, наверное, пойти. Давайте только подождем, пока гигант потанчит. И потом шахтера к магическому лучнику. И может быть даже разрядик дадим. Да, давайте дадим, потому что экстренно он вынужден здесь ставить Теслу. И огненного духа здесь будет достаточно, пожалуй. Теслы у него опять нет. Это значит, что мы можем ставить вышибалу, разгонять новую атаку с гигантом. Но у него быстрый цикл, он сможет докрутиться до Теслы в целом. Но у меня преимущество по эликсиру, опять же. И это надо реализовывать, конечно. Давайте идти в этот раз в атаку с ядом, пожалуй. Яд вот такой вот на ведьму. И разряд на готове. Нет, давайте здесь миньончиков докинем. Будем ли давать здесь разряд? Нет, наверное, нет. Ждем, он еще не показывал атакующую карту. Вот и она, собственно. Поэтому хорошо, что мы не стали. Разряд я здесь дам, просто чтобы убить магического лучника. Размен этот хорош. Зря я здесь, наверное, накинул этого. Хотя... Яд и она должна умирать. Или не умрет? Нет, наверное, не умрет. Окей. Тогда готовимся принимать его атаку с принцем. Он сейчас будет выставлять. Нет, пока не будет. Хороший мув от него. Давайте шахтера сюда. Может быть успеем ее развалить, а то эволюционную теслу. Так, дровосека сюда ставим с разрядиком, пожалуй, и гиганта. Успел я гиганта? Да, успел гиганта поставить, но... Ой-ой-ой. Блин, как плохо. Будет всадиться на баране сейчас или не будет? У него, конечно, колода-то подходящая. Для этого испытания нечего сказать. Прям очень хорошо подходящая. Так, что мне нужно? Мне нужен еще один... Так, давайте так. Будешь магического лучника здесь ставить, дружок? Нет, не будет. Он здесь будет, скорее всего, ставить... Да, здесь он вот так вот решил. Окей. Разрядаем. Миньончики сюда. И гигант пошел в атаку. Сейчас будет эволюционная тесла, естественно. Давайте попробуем по другой стороне, может быть, сыграть. Может, что-то из этого выйдет? Шахтеры сюда. Здесь разряд вот такой. Нет. У него есть все ответы. У меня с этим похуже. Да, я здесь проигрываю, друзья. Очевидно, проигрываем. Хорошая игра. Хорошо сыграл мой оппонент. Ну, блин. Тесла. Тесла, которую я отдал, мне проиграла в итоге игру. Нельзя было ее отдавать? Это была ошибка. Эволюционная тесла сильнее эволюционного разряда в защитной игре. А я остался в итоге без защиты от гоблина-гиганта, по большому счету. И из-за этого все, к сожалению, так произошло. Давайте возьмем охотника. Ведьма мне все равно не нравится. Да, она хороша, как я уже говорил, против башни графини. Но не настолько. Можно отдать бревно. Давайте разбойниками будем проявлять призрака. О-о-о-о. И чем мне это убивать? ну давайте гоблинами здесь пробовать а с правом может быть сама это справится да графини хорошо справилась но блин урон-то я получил видимо ну давайте электродракон на сдерживание может быть сейчас начнем свою атаку после защиты да я думаю это хороший будет момент для этого главное здесь хорошо разменяться а хорошо разменяться то не получилось потому что у него палач откуда-то нарисовался неожиданно и вот теперь я думаю как не без тяжелого заклинания вообще атаковать в этой игре у него блин карты которые контрятся не контрятся без тяжелого заклинания палач 3 мушкетера что это такое ужасно ладно что нибудь придумаем что-нибудь на химичем здесь так давайте разбойники сюда рыбаком здесь до дэповать будем у него ведьма и палач сейчас в руке типа что мне делать в этой ситуации как не вообще атаковать прикольненько разряд бревном замечательные картишки конечно а еще у него сможет быть какая-нибудь молния и тогда вообще все шикарно для афинита де комедия так давайте здесь подставлять разбойников лучше чем какие-либо другие карты и можем перейти попробовать в атаку вот сейчас да естественно у него три мшкета уже успел это шутка это друзья мои какая-то шутка злая неприятная шутейка разбойники и я надеюсь один разбойник выживет здесь давайте рыбаком здесь перетягивать перетягивать рыбаком давайте говорю рыбак рыбак но это шутка это просто это какая-то приколюха наверное да это он кстати уже переборщил это эволюционный разряд имеется я вот так его дам конечно же и вот здесь он кстати может прям вообще жестко сейчас отлететь в этом плане единственное мне опять же все еще не чем не чем его преодолевать защиту хорошо он сейчас отдал все по сути давайте пробовать ну типа три мушкетера сейчас будет или королевская почта вот королевская почта после нее ставим разбойников ну чё братик бим-бим-бом-бом произошел все наваливаем сюда добрать к случился бим-бим-бом-бом ух как сложно в конце как хорошо что он в тупую бездумно начал накидывать картишки в итоге в атаку и мы его на этом просто зафигачили обыграли ну такое испытание если честно могут надавать просто колоду говна и ничего то с этим не сделаешь да вот здесь я просто ошибся дал теслу надо было ее себе конечно забирать чем не этот разряд ничего он по сути не дал на вот и всех остальных в принципе легко обыграли такое испытание главный совет друзья уже сказал берите карты с большим запасом здоровья а на этом все удачи в прохождении испытания до новых встреч всем пока